Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал указ, согласно которому Айдар Беков Чингыс освобожден от занимаемой должности советника президента согласно поданному заявлению. Исполняющий обязанности президента Турагаджи Грукукинеша Талант Мамытов обсудил с министром финансов страны Кайалбеком Мукашевым вопрос обеспечения макроэкономической стабильности в стране, финансирование приоритетных программ развития и ход исполнения республиканского бюджета на этот год. Кроме этого, обсуждены основные направления бюджетной политики на среднесрочную перспективу, предстоящие реформы в системе управления государственными финансами и вопросы эффективного управления госдолгом. Кайалбек Мукашев представил информацию о проводимой работе по обеспечению финансирования первоочередных расходных обязательств, включая социальные выплаты, мероприятия, направленные на борьбу с пандемией коронавирусной инфекцией, по импорту электроэнергии и заготовке угля в осенне-зимний период. Талант Мамытов подчеркнул, что защищенные статьи бюджета и социальные выплаты должны финансироваться своевременно в полном объеме. Задержек по выплатам пенсий, пособий, заработных плат бюджетников не должно быть. Он также отметил важность активизации переговорных процессов со странами-кредиторами по реструктуризации и продлению выплат по внешнему долгу. Подчеркнул необходимость пересмотра стратегии управления внешним долгом с учетом текущей ситуации в мировой экономике и связи с наступлением пиковых значений по выплатам внешнего долга. Касаясь реформ в сфере управления государственными финансами, Талант Мамытов отметил, что министерству необходимо повышать прозрачность и открытость бюджетного процесса. Каждый потраченный с государственным бюджета сумм должен быть ориентирован на получение конечного результата. Нам необходимо переходить от принципа сметного финансирования к финансированию, ориентированному на результат. Все должно быть ориентировано на достижение целевых показателей в рамках государственных программ и проектов, сказал исполняющий обязанности главы государства. Кроме того, Талант Мамытов обратил особое внимание вопросам представления общественности открытой и полной информации по использованию внешней помощи, полученной в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией. Наряду с этим, при обсуждении проекта республиканского бюджета на 2021 год, исполняющий обязанности президента подчеркнул, что правительством ведется работа по экономическим реформам и реформированию системы государственного управления. В связи с чем, необходимо активное участие Минфина в процессах обсуждения и разработки перспективных программ развития для определения конкретных источников и объемов финансирования будущих реформ.